Заработок на доносах. В России юристы, журналисты, судебные приставы стали монетизировать стукачество. Адвокаты помогают доносчикам выбить элементы или так называемые гробовые, а журналисты благодаря подобным историям повышают собственные рейтинги. Нормой доносы теперь считаются и в школах. Часто после жалоб по поводу антивоенной позиции семьи, родители лишают прав, а учителей работы. Как в Путинской России поощряются доносы, давайте посмотрим. Он не просто мне сказал, я тебе там не отдам. Нет, он кричал. Это мои деньги. Я отец, мне положено, мне государство выделило. То есть я считаю, что мой брат отдал свою жизнь там явно для того, чтобы этот человек получил деньги. Внутрисемейные доносы. Новый феномен Путинской России. Чаще всего поводом становится война в Украине. Эти родственники, к примеру, обвиняют друг друга из-за выплат на погибшего сына. Моя бывшая жена обвиняет меня в том, что я получил денежную компенсацию. Она объясняет так, что я всю сумму забрал. Но по закону положено в этом случае три выплаты. Две выплаты по федеральным законам и одну по указу президента. 24 числа пришла первая выплата, и я позвонила Сергею и сказала, Сережа, пришли деньги. И я говорю, ты можешь перевезти или Кате на карту, или дать мне в руки, и я отвезу, я завтра поеду в Кострому. Но что он мне сказал, это деньги мои, я никому ничего отдавать не буду, я платил элементы. Освещать семейные скандалы помогают местные телеканалы. Журналисты поощряют доносы, повышая рейтинги своим программам. В день похорон он писал заявление на выплаты. Да. Кто получил деньги? У вас какой состав семьи? Ну, на кого они будут распределяться? Внучка, я и вот биологический отец. То есть его совесть стоит 4 миллиона. Дела о взыскании гробовых в пользу отцов появилась и такая специализация. Когда-то бросившие своих детей мужчины, теперь пытаются через суды получить деньги за погибших сыновей. А заодно и поведать о нечестности жен. По словам Валентина и юристов, биологическая мать уже успела распорядиться этими деньгами. Купила квартиру. Правда, такое поведение женщины возмутило и членов семьи, и знакомых. Валентин решил идти в суд и доказать, что мать, которая бросила сына в пятилетнем возрасте, недостойна получать выплаты за него. В настоящий момент у нас идет спор в суде о выплате, полагающей родителей погибшего на изверждение. Я настаиваю, что отец этих выплат недостойный. Еще один повод для написания доноса на бывшего члена семьи – выплата алиментов. После отправки мужчин на фронт, женщины с детьми остались без финансовой поддержки. Помогают им решить эту проблему юристы. Они нормализуют практику доносов, обещая выбить алименты из военнослужащих. Участник СВО будет обязан выплачивать алименты даже в том случае, если все другие взыскания с него приостановлены. Популярны доносы и в школах. Зачастую жертвами стукачей становятся дети и учителя с антивоенной позицией. Так отца Маши Москалевой, ученицы, нарисовавшие вот этот рисунок, после некоего сообщения забрали в СИЗО и грозятся лишить родительских прав. Мы забрали из социальной сети и посчитали, что там папа выложил что-то не совсем лицеприятное о наших правоохранителей, о наших военнослужащих. По официальным данным Роскомнадзора, только за первые шесть месяцев прошлого года российские граждане написали свыше 145 тысяч доносов. Большинство касаются так называемых фейков или якобы дискредитации армии. Они довольно давно уже говорят о том, что сайт Росдонос, даже если он шуточно будет так называться, он в конце концов появится. Поэтому ничего в сегодняшней России нельзя исключать. И если действительно государство решит поставить это на поток, ну действительно появится такой сайт Росдонос, и там можно будет за копеечку донести на своего соседа. Некоторым россиянам даже удается строить на доносах карьеру. Например, уроженец Нальчика Илья Ремесло. Он называет себя общественником и юристом, но по сути занимается конкретно доносами. Именно такие люди, готовые доносить и оправдывать любое беззаконие, становятся для Кремля заменой настоящего гражданского общества. Подобных доносчиков называют серийными. Они ежедневно мониторят СМИ, ресурсы в интернете и сигнализируют о сомнительных материалах в правоохранительные органы. Опасно, что государство поощряет таких людей и делает доносительство выгодным. Противостоять этому может только общество, которое должно порицать доносительство и делать такое поведение социально неприемлемым. Сейчас же написание жалобы превращают в повод для гордости. По телевизору россиян учат воспринимать все как должное. Так власти нормализуют порицание нежелательных поведенческих черт граждан внутри семьи, а также внутри страны. Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Я приветствую нашу аудиторию. Ну вот мы вместе с вами посмотрели сюжет. Доносы семейные, школьные, корпоративные, соседские. Ну уже каких только нет в России. Ну вот, как оказалось, на этом можно еще хорошо заработать и даже построить карьеру. Как вы полагаете, вот до каких пор государство будет все это поощрять? Я, наверное, начну с цитаты. Когда-то Давлатов сказал следующее. Безусловно, Сталин тиран, но кто эти 4 миллиона написавшие доносы? Я хочу сказать, что в стране торжествующих палачей, которые доносом и доносительством выживали, конкурентно превосходя своих более слабых с точки зрения подлости и коварства, более приличных сограждан, которым, естественно, они ломали жизни, заезжали в их квартиры и делили чужое под девизом большевиков на грабленное им не впервой. И в какой-то степени, поскольку эти доносчики еще с 30-х годов не понесли никакого наказания, более того, они засекречены, все эти старания, они каждый раз переносят вот этот гриф еще на 20-е, еще на 30-е, сейчас, по-моему, до 50-го года. Поэтому удивляться тому, что они так быстро опять скатились вот именно по этой наклонной плоскости и начинают, так сказать, на ближнего своего первым делом доносить в разнообразные органы, наверное, не стоит. Удивляться этому это легло на почву, которую никто не подверг не только, как бы сказать, порицанию, но, кроме всего прочего, этому не была дана правовая оценка, с какой стати менять тактику, если она была столь успешна на протяжении последних, ну, наверное, 90 лет. Теперь, вчера, кстати, в эфире Фрида мы разбирали семейку, такой клан российских тоже знаменитых доносчиц и приспособленок Мизулиных. Мне очень хорошее замечание сделали мои подписчики на канале, сказали, что надо было называть сразу их не Мизулиными, а Мразулиными. Потому что, если уж говорить о том, как они развернули это все дело, то под руководством такого православнутого олигарха и спонсора террористов Малафеева они развернули целую так называемую лигу безопасного интернета, где поставили на поток. И там боты, то есть юристы, нанятые этим фондом, под видом якобы ее деятельности, младшей Мизулиной, которая Елена, она, как известно, не только инвалид по устной, но и по письменной речи, вот там они это все развернули до такой степени, как вам сказать, впечатляющими объемами, что, наверное, вот такие маленькие конкуренты им уже, наверное, и не видны, как вот эти частные случаи, еще не направленные в единую, так сказать, кровавую реку наветов, доносительства и поклебов, и пасквей. Это все им свойственно, и это, в общем-то, уже теперь монетизировано, я бы даже сказала, вот этим криминальным православным олигархом Малафеевым. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. 15-летний сын лидера Чечни Рамзана Кадырова, Адам, получил новую высокую должность, теперь он заместитель председателя службы безопасности главы Чечни. И вот, как сообщил спикер регионального парламента Ахмед Дудаев, подростка, подростка назначили на этот пост, поскольку он, я цитирую, проявился как смелый, отважный патриот и человек, который готов заступиться за религию. Знаете, вот после того, как Кадыров-младший жестоко избил человека в СИЗО, просто какие-то невероятные вещи происходят. Сначала на него сыпались всевозможные награды, вот теперь посыпались должности. Как вы полагаете, парень быстро пойдет по карьерной лестнице? Ну, зам председателя службы безопасности, это ведь, наверное, не его уровень, как папа думает. Ну, почему же? Это такая начальная ступень, с которой стартовал когда-то сам Рамзан. Дело в том, что он повторяет просто путь своего отца. Тот тоже одно время был начальником личной охраны, соответственно, Ахмата Кадырова. Потом, кстати, как Павлик Морозов сдал своего отца чекистам, и те Ахмата Кадырова убили. Сам Рамзан, как известно, в день убийства своего отца на работу не явился, так как вообще-то находился в Москве, судя по всему, и, соответственно, не мог быть рядом с охраняемым объектом. Далее, возникло же расследование позднее, значит, вот этого взрыва. И там он никак не способствовал раскрытию обстоятельств этого дела. Более того, репрессировал тех людей, которые начали давать показания, способные вывести на сотрудников ФСБ. То есть сейчас можно сказать, что две, так сказать, возможные дороги развития. То есть, с одной стороны, возможно, конечно, продолжение, сиквел этого фильма. Папа пришел на стадион и заболел. Наверное, когда Рамзану Кадырову вскружат голову от ярких впечатлений на каком-нибудь стадионе, в это время, конечно, Адам Кадыров будет получать орден дружбы-подвязки где-нибудь на челочной насущной фабрике в Ивановской области. Но, с другой стороны, конечно, Рамзан показал пример этому своему Адаму. И тут, наверное, надо в конце концов нести ясность, потому что среди вот этих сыновей возникает путаница. То есть, которые, от кого, почему и сколько их вообще. И тут я должна сказать, что не так давно принимал в Кремле Путин другого сына. Соответственно, Ахмата в честь дедушки, то есть более старшего сына. Но, судя по всему, тот старший сын, который находится в Москве, является сыном Рамзана не от его нынешней, или, вернее, так сказать, не от его официальной жены Медни, с которой тот якобы с первой там чуть ли не скамьи школьной знаком. И вот, соответственно, у российских самодержцев, то есть еще в царские времена, была такая практика, которая никуда не исчезла. Вот, кстати, сейчас был на кадре вот этот самый Ахмад, то есть старший только что. Они делали вот такое, вернее, в практике было такое явление, как Аманат. То есть это заложник какого-то северокавказского лидера, который живет при царе, в данном случае при узурпаторе, диктаторе Путина, Путине в Москве. И в случае, если какое-то неповиновение происходит в республике, то тогда этот Аманат может пострадать в первую очередь. Поэтому не стоит путаться и думать, почему там один сын, здесь другой. То есть в данном случае вы же видите, что этот Адам, он, судя по всему, внешне более похож на Рамзана. Скорее всего, он ему, так сказать, ближе, что ли. И, кроме того, были определенные слухи, что, несмотря на всю эту близость к отцу и такую избранность, в этом смысле, внутри клана, он все же пристрастился к каким-то там веществам. То есть, видимо, тоже по наследству, потому что мы с вами неоднократно обсуждали, как выглядит последнее время, особенно уже с несколько лет, Рамзан, как он надувается, так сказать, подобно, пардон, жабе через соломинку. И только, знаете, предполагали, чем закончится этот весь диализ, который практически несколько раз в неделю ему делают. И вот была гипотеза, что он проходил трансплантацию почки, что она была не слишком удачна. Я даже вам сейчас хочу сказать, что мне почему-то кажется странным, что ныне, выступая с трибуны, а там очень удобно делать двойников, спрятав их за вот этой бородой-лопатой, почему-то этот вот его нынешний, так сказать, подвид, то есть нынешний так называемый Рамзан, он как-то стал более складно выражать свои мысли, наборы букв определять в более цельные какие-то конструкции. И главное, перестал употреблять слово междометие, связующее, не знаю даже как это назвать, вот этот его характерный дон. Мне почему-то видится, что мы зря, так сказать, поверили российской пропаганде, которая утверждает, что он пережил каким-то образом заболевание, которое в его случае, с его перспективами, ну, то есть ни один врач бы, наверное, не сказал, что можно выжить при такой ситуации, но предположим, он это или нет, в любом случае наследников готовить надо, как бы вам сказать, уже, то есть, агонически. И поэтому я вижу так, что тот, который Аманат, то есть тот, который Ахмат в Москве, он далек от отца, его давно нет, так сказать, близко к нему, и поэтому он взялся за срочную подготовку, соответственно, своего вот этого сына Адама. Ну, весь этот его послужной список и чему там он мог подучиться, как он безоружных и как он там связанных и так далее бьет, и как над этим, значит, всем наблюдает его отец и охрана, это все обсуждалось. И, кстати, сказать, даже внутри российского общества, как ни странно, уж казалось бы, да, деградировавший со всех точек зрения, и то какое-то время повозмущались, особо ярко возмущавшиеся, потом приносили свои публичные извинения, можно сказать, валялись в ногах у узурпатора Чеченской Республики. Я-то думаю, конечно, у меня и на канале выступают лидеры свободной Ичкирии, и я-то думаю, что, конечно, эти все планы, которые вынашивает Рамзан, они, конечно же, не увенчаются никаким успехом. Я думаю, что, в общем-то, скорее всего, все народы и Северного Кавказа мечтают о том, чтобы скинуть с себя кирзовый сапог тюрьмы народов, коим является нынешний вариант узурпации власти там со стороны России. Поэтому я думаю, что как бы они там не готовили, кого бы они там себе не прочили в наследники, тем не менее, я думаю, что все сложится совершенно иначе, и Ичкирия будет свободной. В Москве на ВДНХ открылась масштабная выставка «Форум России». Она называется, стенды с описанием собственных достижений демонстрируют все регионы и крупнейшие компании. Еще там был установлен рекорд непрерывной игры на балалайке, и плюс на каждом шагу продаются сувениры с цитатами Путина. Но вот, знаете, все отметили, что это мероприятие по масштабу перекрывает Питерский экономический форум. Вот известно, что на него потратили 1,8 миллиарда рублей. Вот один только пример. Тыва свой стенд построила за 14 миллионов рублей. Для сравнения, такую же сумму власти республики выделили в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов. Как вы это оцениваете, все это действие? Говорят, что это уже, по сути, такой вот грандиозный старт избирательной кампании Путина? Вы знаете, айки уже загнаны определенным образом в угол. Им приходится хотя бы что-то демонстрировать. Не исключаю, что это такой своеобразный старт. Но дело в том, что удивительного в том, что, допустим, действие на ВДНХ затмевает размахом петербургский кладбищенский экономический форум. Не стоит удивляться. Потому что вообще с момента своего основания в ВДНХ, кстати, по инициативе Сталина это все происходило. Де-факто это была такая площадка или, можно сказать, основной съемочный павильон киностудии Мосфильма или имени Горького. Ну, допустим, сейчас они там снимут, так сказать, сиквел «Свинарка и пастух». А что с того? То есть это банальный распил денег в любом случае, потому что они живут только распилами. То власть существует для того, чтобы пилить бюджеты. И сейчас есть такая пиар-служба президента или, так скажем, подразделения, как Росконгресс. Вот это куда устроены для кормления разнообразные дети путинской элиты. То есть им по нынешним временам стало голодно и холодно, так как иностранцы не едут на их другие, такие как питерские, сочинские, там, дальневосточные форумы, не платят за аккредитации миллионы рублей. А российские тем более, потому что они уже нищают, и вообще-то у них просто и пропал к тому же интерес к путинским однообразным посиделкам. Поэтому придумываются помпезные новые вещи с Путиным в главной роли, под которые будет, конечно, выделен федеральный госбюджет, и они очередной раз ограбят нищие дотационные регионы. Но я бы хотела обратить внимание, что Росконгресс не ограничивается этим. Нынче, к сожалению большому, по-моему, 18 ноября состоится в Дубае, представьте себе, что оперный бал в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть в Большом Зале Дубайской оперы, под управлением якобы итальянского, ну на самом-то деле давно сервильного и давно живущего в Санкт-Петербурге дирижера Фабио Мастранджелой с целым симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, Северная симфония, это все будет сопровождаться, значит, их, вернее, они, вернее, будут сопровождать. Сопрано, ну как тут пишется, у них в релизе мирового значения, на самом деле, дочь такого подрядчика, строителя, то есть фактически поющая в данном случае не бензоколонка, а бетономешалка, значит, Аида Гарифулина, которые, кстати, тоже как-то мало присматриваются, а надо бы, вот какие-то другие артисты балета, якобы дебютанты, они это все прямиком перетащили из Дрездена, так как все-таки туда не пускают подсанкционных олигархов, которые могут, ну, доложить сколько-нибудь деньжат вот Росконгрессу для того, чтобы с большей помпой провести время, и туда же едет, значит, саксофонист, или как его там уже лучше назвать, даже я не знаю, поливатель несвязанных каких-то звуков Бутман, потом, значит, кто-то еще там себе выписывал, а, Оксана Федорова, значит, этот милиционер, бывшая мисс Вселенная, но это уж настолько давно бывшая, что тут уже, знаете, для людей с очень хорошей памятью только это все рассчитано на них. Ну и вот представьте себе, что там обозначено, что будут все эти, значит, все это сборище, и я думаю, что нам стоит присмотреться, потому что если к происходящему локально там в этой вот съемочном павильоне ВДНХ, как бы они там могут вытворять что угодно, и по большому счету это их тихие домашние радости в изоляции никого вообще не способны заинтересовать, то в данном случае, я думаю, что и украинским спецслужбам вместе с Интерполом стоит посмотреть, что же там будет происходить в Дубае, поработать с гостями, участниками этого балла, чтобы потом олигархи и дети кремлевской элиты могли написать тюремные воспоминания на тему «Я и бал». Вот вы рассказали, да, о том, что там будет происходить, и говорили, а где же вот конкурс непрерывной игры на балалайке, да, вот все-таки хочется, при всем уважении к этому инструменту, хочется как бы тоже услышать, раз они там так гордятся. Вы хотите сказать, что вот этих трех струн не хватает именно в Дубае? Ну, будем считать, что вы подкинули, так сказать, им свежую идею, потому что я не знаю, чем еще можно развлекать, но лучше, чтобы, конечно, на балалайке играл бурый медведь, я думаю, что это было бы куда занятнее. Вы знаете, я просто вспомнил «Собачье сердце», да, говорит, главное занятие Шарикова, такая профессия – игра на балалайке по кабакам. А, а он еще танцует? Да, да, да. Это, да, в перерывах между, кстати сказать, работой в очистке, то есть, мне кажется, нынешний из Шариков, он бы возглавил, в принципе, рекрутинг, он бы гонялся за потенциальными мобилизантами, утилизантами, точнее было бы сказать, наверное, вот с не меньшим азартом, нежели в романе Булгакова Шариков гонялся за кошками. Да, всю ночь бы рассказал, всю ночь гоняли-гоняли их. Такой еще вопрос. Руководителя информагентства ТАСС Сергея Михайлова освободили от должности в начале июля за слишком подробное освещение мятежа наемников ЧВК «Вагнер». Но вот об этом стало известно только сейчас, написала об этом «Москов Таймс» со ссылкой на свои источники в администрации российского президента. И вот в Кремле решили, что Михайлов, который, кстати, возглавлял ТАСС 11 лет, выставил руководство страны в невыгодном свете. И вот, кстати, фотографии вагнеровцев в Ростове-на-Дону практически сразу появились как раз в ТАСС. Как вам такая вот версия издания? Ну, очень похожа на правдивую, тем более, что сам Михайлов молчит. Вы знаете, к сожалению, с моей точки зрения, это наоборот поверхностная версия, которая очень удобна для отговорки, потому что пособничество Пригожингу сейчас под эту фишку удобно списать все, что угодно. А я думаю, что этому предшествовал какой-то крупнейший провал ТАССовцев, назовем их так. Поясню, что я хочу сказать. Должность директора данного агентства согласовывается на нескольких уровнях со стороны администрации президента. Это назначение курирует непосредственно Алексей Громов, такой замглавы администрации, кукловод, который, знаете, подобного куклам-руковичкам использует остальных пропагандистов на российских каналах, который собирает по четвергам летучки, который является, так скажем, ну, я не знаю, таким... То есть звеном, которое сводит воедино всю пропаганду на следующую неделю. И фактически, ну, вот он, этот же Громов, от администрации президента, безусловно, согласовывает подобное назначение. Но это не все, потому что далее директор ТАССа подчиняется ФСБ, СВР, ну, и в последнюю очередь согласовывается с ГРУ. То есть для того, чтобы наши зрители поняли, ТАСС, это, ну, он даже больше ориентирован на внешнюю разведку, потому что, ну, наверное, не будет преувеличением сказать, что буквально все его корреспонденты за рубежом — это агенты или резиденты СВР. То есть обозначенная причина замены руководителя этого гнезда шпионов, чекистского гнезда, по сути, выглядит, в общем, надуманной по той причине, что, скорее всего, произошел некий крупнейший провал ТАССовцев по линии внешней разведки, о котором мы еще пока не знаем, это еще публично не стало известно. Но думаю, что это вскоре каким-то образом всплывет, и думаю, что именно это повлекло за собой отставку директора, который достался Нарышкину, если уж на то пошло, от прежнего руководства СВР в лице Фродкова. Поэтому сейчас им удобно все списать на Пригоженко, но там, я думаю, гораздо более такие глубинные причины, более секретные для них и, скорее всего, очень скандальные. Думаю, что они что-то заминают. Очень удобно выдумать такую на поверхности лежащую версию, а почему бы нет? Да, посмотрим. Хотели еще о ядерном шантаже с вами поговорить. Ко дню Народного единства Первый канал решил показать концерт путинского певца-шамана. Проходил он в Санкт-Петербурге. И на сцене певец под песню «Я русский» нажал на красную кнопку в черном чемодане. Ну вот после чего сработала пиротехника. Знаете, меня поразило другое. Не само вот это действо, а реакция зрителей. Вот эта вот волна ликования у публики. Что вообще с людьми случилось? Вы знаете, я думаю, что вот в конкретно этом случае нам стоит пересмотреться к истинному виновнику этого зрелища. Потому что на Первом канале есть ответственный, который без визы которого вообще ничего не вещается, не происходит. Он вникает в творческий процесс. Отчасти, в общем-то, является не только его вдохновителем, но и финансирует многое из этого. Более того, должность свою он занимает с 2003 года, потому что это директор объединенной дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала. Ее главный продюсер и главный ответственный за все эти музыкальные шоу и проекты на Первом канале Юрий Аксюта. Я хочу вам сказать, что он настолько давно занимает эту должность, что, естественно, с 2003 года он, в общем-то, был часто дружен, как ни странно, ну, в общем-то, знаете, со всеми исполнителями, и украинские не были исключением. Возможно, именно эти отношения, когда-тошние, может быть, до сих пор спасают его от санкций, что мне кажется совершенно неправильным, так как все, что мы вот увидели сейчас, является, естественно, его прямым творением. Данная история – это желание именно Аксюты выслужиться перед, ну, естественно, в очередной раз, перед Путиным, вот сформировав такой яркий псевдо-художественный образ, который, конечно же, для всех должен быть, по идее, ну, как бы вам сказать, устрашением, потому что именно вот то ликование, о котором вы сказали, оно же должно пугать, что не то чтобы Путин, а это Путин-царь такого зверья, таких дегенераторов и имбецилов, которые радуются ядерным взрывам. Поэтому это говорит о чем? Что Путин, он еще в состоянии усмирять этих дикарей, он еще в состоянии, так сказать, быть умеренно дикарем по сравнению с ликующим залом на фоне вот этого… Кстати, изначально изобретение их Аксюты и других этого шамана заключается в том, что есть же настоящий шаман, то есть именно шаман из Якутии, Габышев, который шел на Москву для того, чтобы изгонять из Кремля демона Путина. Путину это было очень страшно, потому что он очень верит во всякие там вот такие мистические вещи, и они его в итоге поймали, подвергли карательной психиатрии, и для того, чтобы в интернет-запросах и так далее что-то затмило память о настоящем шамане, был создан вот этот, так сказать, даже не знаю, Эрзац, какой-то такой, знаете, затмевающий, кстати, с неонацистским обликом Гитлер-Югенда, Дронов его, изначальная фамилия, вот который и присвоил себе псевдоним Шаман с этой целью, а теперь пошел еще на шаг дальше. Но я хочу вам сказать, что этот как бы мертворожденный образ, вот эта вот вообще выдумка, в том числе Аксюты, и в данном случае весь этот, все это шоу, все, что они устроили, все это ликование, всю эту картинку, которую они преподнесли во внешний мир, это с единственной целью, потому что Аксюты решил выслужиться перед, значит, узурпатором Путиным, получить еще одну медальку за заслуги перед Отечеством, 18-й степени и почетную грамоту от президента, наверное, на сегодняшний день уже резидента китайской разведки. Знаете, вот мы видели, как толпа ликовала, вот нажали красную кнопку, ядерные ракеты полетели, мы все умрем, как это великолепно. Я вспомнил, знаете, другую толпу, которая ликовала вот в Махачкале этот еврейский погром, который там происходил, штурм аэропорта, знаете, поиск евреев, прилетевших в Дагестан. Вот эти кадры, которые мы сейчас видим с вами, они весь мир шокировали, вот настоящий массовый еврейский погром. Как по-вашему, что произошло? Дагестан тот же всегда был мультикультурным, всегда был толерантным, об этом говорили все, кто хотя бы когда-то приезжал туда, да, или жил. Что случилось с этими людьми? И вот что интересно, да, что всех, кто там принимал участие, тех, кто был там задержан, им всем выписали какие-то простые админки, да, и, как отмечает Медиазон, речь идет о статье «Мелкое хулиганство» и такое, знаете, главное нарушение, это выражались нецензурной бранью. А вот как это все вы пережили? Как вы видели это все? Вы знаете, наверное, этот регион, и понимаете, какие раньше там были люди, и какие сейчас там люди живут, что случилось? Ну, это соседний регион с Астрахани, где я была когда-то, от которого я была депутатом, конечно, мне знакома культура, традиция, это, кстати сказать, действительно, очень яркий регион, там более ста народов, и причем некоторые из этих народов были в свое время чрезвычайно многочисленны, и у каждого есть свой алфавит, своя культура, своя кухня, свои национальные обычаи и так далее. Поэтому я, конечно, также была шокирована, вот правильно все говорите, как и, наверное, выглядят эти кадры. И у меня на канале, я взяла интервью, мы вместе с Гаррию Ритабахом взяли интервью у Аслана Арцуева, это правозащитник, свободный Чкерий, он давным-давно, конечно, живет за границей, оказывает юридическую помощь как раз оппонентом режима, в первую очередь, естественно, узурпатора Кадырова, но и в любом случае, в принципе, Северному Кавказу. И он высказал интересную мысль, сказал, что Северный Кавказ, это весь, ну, есть более вероятные и менее вероятные по, так сказать, последовательности регионы, которые скоро выйдут из-под контроля российского сапога. То есть он дал срок три года, он сказал, я считаю, что в течение трех лет Северный Кавказ полностью отколется от России, и для того, чтобы у Северного Кавказа была как можно более худшая репутация в мире, как у погромщиков, как у антисемитов, вот для этого специальные службы, соответственно, России вот такую устроили провокацию. Но я хочу от себя добавить, что при этом, с одной стороны, разделяя слова Аслана Арцуева, потому что, действительно, на Северном Кавказе все народы уживались, пока туда не являлся этот российский кирзовый сапог очень хорошо, включая горных, евреев, татов, и там не было погромов исторически, погромы были как раз-таки в России, то я все же хочу сказать, что вылез бытовой антисемитизм, как ни крути. Со всех этих самых, изо всех каждого утюга, отовсюду они кричали, это было с давних пор, это еще касается черты оседлости в царской России, это касается Победоносцева и его черносотенных начинаний, это касается того, в каком духе был воспитан наследник, и как себя вел в итоге Александр Третий, это касается того, как чекисты взяли это в качестве своей доктрины, им это очень сильно все понравилось, они это все усугубили, появился пятый пункт при приеме на работу, из-за этого Советский Союз получил когда-то поправку Джексона-Веника, в конце концов и это в том числе их зверское отношение, совершенно ксенофобское, омерзительное, а уж что говорить про антисемитизм, это просто, вы понимаете, вот нацисты были за это осуждены, и прошли большой путь переосмысления, а что касается советских, вы меня извините, но где суд над КГБ СССР, где суд над КПСС, где иллюстрация, где правовая оценка этому ужасному, омерзительному антисемитизму, в котором рос Путин, я вам просто быстро дорасскажу, как Путин, который сам фактически пришел в КГБ именно в отдел по отказникам, и сам занимался фабрикацией дел против евреев, которые хотели репатриироваться в Израиль, поэтому эта среда, которая насквозь пропитана антисемитизмом, ну, конечно, выглядит диким, когда они обвиняют в этом всех вокруг, будучи сами, самыми зверскими, злостными. Абсолютно верно, вот об этом я и хотел сказать, ведь они рассказывают о денационализации, и так далее, и так далее, они должны прежде всего подумать о себе, и самое важное, что весь мир это в очередной раз увидел, и все это понимают. Мария, спасибо вам большое, спасибо за интересный разговор, я напомню зрителям, Мария Максакова, оперная певица, бывшая депутат Госдумы Российской Федерации, была в эфире «Фридема». Спасибо, что откликаетесь и выходите с нами на связь. Спасибо вам.